Всем привет! Для того, чтобы 3D принтер начал печатать более качественно, нам необходим подогреваемый стол. В этой части я покажу вам, как добавил подогреваемый стол в свой 3D принтер и как произвести настройки в слайсере Sleek 3R для улучшения качества печати. Приобрел пружины 10х30 мм под нагреваемый стол и 8х30 мм для крепления линейных подшипников к столу. Для крепления трапециевидных винтов к столу использовал пружины 4х8. Крепление подвижного стола я изменил. Сделал конструкцию, называемую плавающий стол, чтобы уменьшить возможность заклинивания линейных подшипников и трапециедальных винтов. Ссылки на все комплектующие в описании. Сделал тестовую сборку стола. Для того, чтобы расстояние от стола дали не существо, но, как все конструкции везде были одинаковые, решил использовать клеммную колодку. По высоте она подходила как раз. Подогреваемый стол сделал из двух дюралевых листов. Зазор между листами заполнил силиконом для термопрокладок RED 999. Зазор между двумя листами составил 4 мм. Чтоб дюралевый лист не прилипал к силикону, обернул его полиэтиленом. Еще раз проверил работоспособность нагревательного элемента. Хочу еще раз напомнить. Соблюдайте технику безопасности при использовании электротехнических устройств. Чтобы зазор между листами был одинаковым, я подложил между листами обычные гайки. Как я уже говорил ранее, все крепления я сделал на пружинах, типа плавающий стол. Нагреваемый стол рассчитан на напряжение 220 вольт и включается твердотельным реле. При подключении твердотельного реле клемми на контролюре. Главное не забыть сделать параллельные перемычки по питанию, иначе электронный ключ не работает. Первым делом распечатал температурную башню. Температуру нагреваемого стола задал 60 градусов. Хочуannonовка в центр Руковлокингese для GPU Кас SC и ДВ этой водой. Стрелопасность растет ALERL. São желаемый стол во immertit. Лог causal сganчиваемый небольшой башню 2 175 пакет Огромный ренди и уровень. По температурной башне определил, что оптимальная температура для этого пластика, для сопла будет 195 градусов. Для настройки ретракта и охлаждения сопла используется модель башенок. Для настройки точности перемещений по осям, а также печати мостов используем модель котика. Диаметр сопла используется модель башенок. Сопла 0,4 мм. Высота слоя 0,2 мм. Итак, какие мы можем сделать выводы на основе напечатанных моделей? Температура для сопла, для пластика составляет 195 градусов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Судя по размерам кота, правильность и точность перемещений по осям соблюдена. Размер головы кота 20 на 20 мм, а высота кота 35 мм и 27 мм без ушей. Продолжение следует... Продолжение следует... А башенки нам говорят о том, что не настроен ретракт и нет охлаждения сопла. Нужно будет доделать принтер немножко. Немного изменим настройки слайка. Для этого откроем программу Repetir Host и зайдем на закладку Слайсер. На этой закладке нажмем на кнопку Конфигурация и откроем программу Слайсер. Слайк 3R. Ее также можно открыть отдельно в своей папке. Добавим объект в формате STL. В данном случае как раз вот эти пирамидки. И будем настраивать конфигурацию принтера и области печати принтера. Зайдем в меню настроек печати. На этой закладке устанавливается толщина слоя, первое слое, количество экструдеров, заполнение. В левом верхнем углу можно выбрать готовые профили настроек. Быстрая печать с поддержкой, без поддержек или качественная печать. Количество слоев с заборчика по периметру я выставил 3. Количество слоев вверху и внизу перед внутренним заполнением по 5. Генерировать, включить, выключить печать поддержек. Узор, по которому печатают с поддержки. Скорость печати слоев по внешнему контуру модели в зависимости от модели и принтера 30, 80 и более. Основной параметр скорости печати. Скорость печати маленьких периметров менее 6,5 мм. Можно выставлять в миллиметрах в секунду или процентов от основной скорости. Инфил, скорость печати заполнения. Можно выставить в миллиметрах в секунду. Скорость печати поддержек. Можно выставить также в миллиметрах в секунду. Настройки подаваемого филамента. Диаметр, в данном случае 1,75 мм. Количество экструдеров и температура начальная и рабочих слоев. Температура нагреваемого стола. Охлаждение сопла. Максимально-минимальная скорость вращения вентилятора сопла. Основные настройки принтера. Начальное смещение по оси Z. Подключение по порту. Количество экструдеров. Зайдем в настройки экструдера. Здесь имеются настройки для установки толщины слоя. А также нас интересует ретракция. Здесь имеются настройки смещения для многоэкструдерных принтеров. Смещение экструдера по осям X и Y. Диаметр сопла. Настройка ретракта. Это длина втягивания нити. Лифт Z. При поднимании стола на определенное количество миллиметров. При перемещении экструдера без печати. Спит. Скорость ретракта. Длина выдавливаемого пластика перед возобновлением печати после работы ретракта. Минимальное расстояние перемещения для включения ретракта. Для печати космонавта использован высоту слоя 0,15 мм. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На основе проделанной работы по установке подогреваемого стола Можно сделать следующие выводы... Первое... Необходимо охлаждение сопла... Второе... Нужно настроить правильно ретракт... Но главный вывод... Это то... Что даже с текущей конфигурацией... Мой 3D принтер... Неплохо справляется с деталями среднего размера... Что мне уже вполне достаточно для того, чтобы начать мой новый проект... Робот... Продолжение следует... ah, Субтитры сделал DimaTorzok